Здравствуйте друзья, с вами Игорь Робиньер. Я уже поскорее еду в такси, чемпионат Европы для сборной России окончен, вернулся из Копенгагена в столицу, можно сказать, чтобы это было прям досрочно и неожиданно нет. Все, в общем-то, и думали, что сборная России займет третье место в этой группе, все вменяемые люди, все те, кто правильно расценивает соотношение сил в современном футболе и знает, из кого состоит сборная. Не только Бельгии, но и Дании. Ну, очень такая была неоднозначная игра. Первый тайм. Я считаю, что сборная вообще до гола провела в обороне. На своей половине поле, без мяча, образцового показателя. И датчане нанесли всего-навсего до 50-й минуты. Четыре удара всего и один створ для команды, которая в предыдущих матчах двух лидировала по количеству ударов. На чемпионате Европы в целом и 22 нанесла в ворота финнов и 23 по воротам бельгийцев. Пусть забила всего один мяч. Это и было аномалией, что команда, которая играет так агрессивно, здорово в атаке, практически не забивала. Ну, вот эти голы, и они в ворота сборной России и пришли. И первая же минимальная ошибка на исходе первого тайма, когда... Ошибка-то это глобальная, это посерьезно не назовешь. Просто, что называется, первый раз прошел пас между линиями. И все, и исполнение потом молодого пацана из Сабдори, которому всего 20 лет, оно оказалось на высшем уровне. Матвей Сафонов оказался немножко в полупозиции, потерял ворота. Ну, была там доля вины Дзюбы, который позволил Хойбергу, по которому он играл. По опорному, по опорному полузащитнику сделать вот этот пас между линиями. Была определенная ошибка Миранчука, который, в общем-то, позволил этому пасу состояться и автору гола принять мяч. В общем-то, это была такая череда коллективных ошибочек, которая привела гола. Ну, и потом, это не казалось еще фатальным при той игре, которую россияне показывали в первом тайме. Два момента было у Александра Головина, но он не смог пробить так, как это сделал датский футболист. Ну, а потом начало второго тайма и катастрофическая, чудовищная ошибка Романа Зобнина, отдавшего пас назад и, в общем-то, выведшего Брэд Уэйта на пустые ворота. Даже не один на один, а просто на пустые ворота. И после этого, в России, ну, уже и то не было все кончено, потому что Россия ответила, ну, двумя двойными заменами и голом с пенальти. Пенальти, довольно-таки, надо сказать, давайте признаем, необязательный. Можно было его и не назначать, но Соболев умеет зарабатывать 11-метровые. А Дзюба взял ответственность на себя и здорово, мощным ударом реализовал. Но потом побежали вперед и рассыпались. И вот эти два гола, они, наверное, сформировали ту эмоцию, которая есть сейчас у людей. Конечно, это не то безнадежное поражение от Уэльса 0-3, когда все было понятно с первой минуты буквально матча 5 лет назад в чемпионате Европы. В Тулузе это было, когда команду стали называть наши тулузеры. Но это все равно крупное поражение, это разгромы. Два крупных, два разгрома в трех матчах, это, конечно, не то, чего хотелось бы видеть. Но это то, что представляет сегодня собой Россия, объективно российский футбол. Мы это видели и по выступлениям клуба в Еврокубке. А легионеров у нас мало. И той роли, которую, например, Головин должен был сыграть на этом турнире, он не сыграл. Ну, набирается человек опыта и, может быть, будем надеяться, что на следующих соревнованиях сможет показать весь свой потенциал. Что возмущает, это вот такое жуткое, необузданное хейтерство, которое началось в адрес того же самого Зобнина. Ошибаются все, но Роман, мы знаем, его много лет. Человек действительно достойный футболист, который был одним из ключевых в нашей команде на чемпионате мира в России. И был одним из ключевых для спартакских болельщиков в чемпионстве 2017 года. Человек верный своей команде, Спартаку, где он на 5 лет уже играет. И вот такой вот ненависть обрушивает. Это всего лишь игра, ребята. Это всего лишь игра. И в игре тоже бывают ошибки. И ошибки серьезные. Вот так завершился для нас досрочный чемпионат Европы. Будем наблюдать за более сильными командами. В том числе я буду болеть за датчат, потому что прекрасная страна, замечательный город. Фантастические совершенно болельщики на стадионе Паркер. Это что-то невероятное. И вы сейчас посмотрите, какие они. Фантастические болезни. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok